А бог это виднеет, ты у него маслица просишь, а он тебе... Капустки. Да, 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 капустки, да. Ты о тёплой погодке хлопочешь, он тебе дочечка да с градцем пошлёт, и должен ты это понимать и не роптать. Ох, много в тебя дурного знаю, и безразличен к идущему рядом. Идёшь, ну иди себе, мне-то какое дело до тебя. А ему участие моё требуется, простое человеческое участие. Бываю зол, раздражителен, порой я хитрю, правда неумело. Могу вдруг ни с того ни с сего от настроения нагрубить близкому дорогому человеку. Бывает неловко, мучайся. Шедевр у него было очень много. И не только в кино, но и в театре. Может быть потому вернулся в театр, что действительно уходила какая-то гибкость. Уходила способность быстро воспринять и быстро отдать что-то. во взаимоотношении с партнёром. Уходила обычная, как мы говорим, так сказать, ну что ли, заряжённость, аккумулированность актёра. Это уходило. Я не знаю почему, потому что мне, в общем, жаловаться на то, что у меня в кинематографе обошли хорошими ролями, чьи-то не следует. Но тем не менее, всё-таки это, кинематограф, всё-таки потребительство совершенно очевидное. Отдай, отдай и никаких гвоздей. Театр, он позволяет не только отдавать, но ещё и, вот то, о чём я говорил, аккумулировать из зрительного зала. Но есть ли в том случае, если ты поведёшь в зрительный зал? Такой противный сон пригрезился. Казалось мне, Борис, я снова тебя мирю с Иваном Шуйским. Он руку подаёт тебе. А ты, ты так же руку протянул, но вместо, чтобы за руку схватил его за горло и стал душить. Сквертный сон. Он был необычен почти в каждой роли. У вас есть жена? Есть. А друзья? Друзья. Были, вернее. А что? Ну ничего. Одинокий вы какой-то. Как у меня плохо с друзьями. Почему? Не знаю. Наверное, может быть, потому что сложно очень. Капризный. Хочу, когда много работы, очень много работы, а это всегда, когда, бывая свободен, тот промежуток времени, который можно было бы подарить друзьям. Я хочу быть один, чтобы ночью, так сказать, сбросить себе всю шлуху искусства, творчества, быть самим собой, спросить у себя, у неба, у времени, хорош ли я, плох ли я. А ведь всем говорила, что раньше меня умрет. А между тем, всю мою жизнь заела! На голову Эфроса, я не очень люблю эту картину. Она для меня придумана вся. Но придумана большим художником. Играл он в ней зло. Таланкин предложил ему сниматься в фильме «Чайковский». Все были ошеломлены, потому что он сумел сразу ухватить суть гениального композитора. Это была трудная и удивительно счастливая работа. Уже потому, что многое... Я, как не музыкант, просто актер, многое мне впервые приходилось изведать. Я, с моей стороны, конечно, делал ужасную дерзость, дирижировал, руководил, что ли, большим симфоническим ленинградским оркестром. У меня нет никакого характера говорить с людьми. Настаивать, убеждать, требовать. Не могу я этого. Вот сейчас у меня премьера «Орлеанское дело» в Петербурге. А я нарочно остался здесь на несколько дней, чтобы избежать всей этой суматохи. А как вы считаете, Петр Ильич, удалось вам «Орлеанское дело»? Из всего того, что я написал до сих пор, это самое лучшее. Олег Ефремов, мнение которого мне всегда было очень дорого, говорил, что да, есть люди, которые говорят, что Кеша кривляется, а он не кривляется. Вот ты посмотри, как он играет, дамский портной. Их учили, что все люди братья, что ада нет, а есть общий рай для трудящихся. Но пришел Гитлер и приказал разойтись по крови. Пусть будет отдельный еврейский ад. Я поражаюсь сегодня тому количеству ролей, которые он сыграл в кино, в театре и на телевидении. А любил он больше всего свою квартирку на Икше, куда он выбирался, где он мог быть вместе с семьей, с Машей, с Филиппом, с любимой Соломей, без которой не было бы Смуктуновского, которая была его поводыем по жизни. Тупик. Это минутная слабость, дорогой мой. Просто устали, надо отдохнуть. Боже мой. Боже мой. Как вы умеете почувствовать мое состояние? Прийти на помощь в самую сложную минуту в моей жизни. Он никогда не думал, что он так рано уйдет из жизни. Он умер в 69 лет от инфаркта. Поверить в это долго было невозможно. Прошло уже более 10 лет, как его нет. А имя Смуктуновского и сегодня является эталоном высочайшего искусства, высочайшего недостижимого актерского мастерства. Я часто ошибался и был причиной зла. Верьте, это было следствием незнания. Если кто-либо был обижен мной, простите меня. Забудьте обиду. Потому что она была ненамеренной. Прощайте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok